Destiny 2 пережила чудесные времена. Сезон глубина начался и вместе с ним в игре появилась рыбалка. Вот о том как разблокировать рыбалку, как поймать наиболее редкую или даже экзотическую рыбу, ну и конечно о том какие награды за это можно получить, сегодня и поговорим. Рыбалку вы разблокируете после прохождения вступительного сезонного квеста на Титане. В терминале вам выдадут задание на диалог с Сурай Хоттерн в городе. Она выдаст вам набор рыболовных снастей и расскажет о том, что нужно набить его наживками. Набор отображает информацию о том, сколько у вас наживок, а после рыбалки покажет сколько у вас с собой рыбов и какой они редкости. Наживки падают в любом плейлисте, в экспедиции сборщиков, погружении и за активности в открытом мире, вроде публичных открытых мероприятий и патрульных миссий. Быстрее всего набить чемоданчик этими самыми приманками можно как раз выполняя по кругу публичные мероприятия и патрульные миссии. Легче всего выйдет это дело, если вы будете делать это в команде с друзьями. Они берут одну миссию, вы делаете ее, потом берете другую и так далее. Система уже намечена и отработана. Есть три места, где в игре можно порыбачить. Окраина в ЕМЦ, резервуар на Нессе и миазма в тронном мире Саватум. Все эти точки вам нужно будет посетить в рамках ознакомительного квеста, так что не пропустите. Поймать пять рыбов там, поймать пять рыбов здесь и так далее. Чтобы не заблудиться, отмечайте точку для рыбалки маячком на карте, потому что по факту это как публичное мероприятие, и без маяка его найти может быть чуть сложнее. И кстати, поскольку это публичное мероприятие, оно конфликтует с другими ивентами. Например, прилетев в локацию окраина на ЕМЗ, вы можете наткнуться на то, что рыбатких мостиков на месте не окажется. Это случается, если приближается, происходит или только-только завершился открытый ивент. Подождите немного, и рыбное место снова появится, издав характерный бой палубный колокол. Как рыбачить? Да, легче простого. Встаньте на доски, повернитесь лицом к воде, а затем нажмите на кнопки действия, в зависимости от того, на каком устройстве вы играете, чтобы забросить удочку. Если вы уже играли в рыбацкие мини-игры, механика должна быть довольно знакомой. Ваша цель нажать кнопку взаимодействия в тот момент, когда вы заметите, что ваш поплавок погрузился под воду. Чем быстрее вы нажмете, тем качественнее будет ваш улов. Рыба бывает как снаряжение, зеленой, синей, фиолетовой легендарной и экзотической. Список рыбы по локациям и редкости можно посмотреть в специальной вкладке триумфов сезона. Каждый заброс удочки будет стоить вам одной наживки. И если вы нажмете кнопку взаимодействия до того, как поплавок уйдет под воду, вы вытащите крючок без рыбы и потеряете наживку зря. Так что не спешите. Во время рыбалки можно заметить шкалу сосредоточенная рыбалка в левой нижней части экрана. Эта шкала общая для всех ваших напарников по рыбалке на текущем мостике. Чем больше вы и другие рыбачите, тем быстрее заполняется счетчик. Чем больше он заполняется, тем больше вероятность поймать более редкую рыбу. Поэтому старайтесь рыбачить группами и берите с собой побольше наживки, чтобы при каждой рыбалке быстрее заполнять уровень сосредоточенной рыбалки. Очень важно помнить, что счетчик обнуляется при появлении открытого публичного мероприятия. Как я говорил, конфликтуют они. Поэтому в идеале лучше начинать сразу после появления рыбацких мостиков и ловить как можно большей рыбы за один подход. Это увеличит ваш шанс на то, что вы успеете наловить легендарной и даже экзотической рыбы. Ради чего это все? Ради того, чтобы подсадить на игру еще и деда с батей? Привет! Ага! Ну, не только. Пойманную рыбу вы отправляете в аквариум в шлеме и получаете взамен награду. Тут важно помнить, что в каждой из трех локаций есть свой набор рыб. Есть необычные редкие и легендарные рыбы. Как я уже сказал, их можно отследить в триумфах. На странице триумфов будет вестись учет пойманных вами рыб и их количество. Так вот, рыбалка является основным источником оружия из комплекта суда в этом сезоне. Прежде чем вы сможете сфокусировать свои глубинные энграмы на оружие этого набора, вам нужно будет открывать это оружие именно с помощью рыбалки. Поймав легендарную рыбу и сдав ее в аквариум в шлеме, вы можете получить в награду броню, материалы, экзотику и то самое оружие суда. Лишний паек, легендарный здесь, гонка на выживание, тревожный чемоданчик и вот это вот все. Лучшая стратегия для получения оружия суда за рыбалку, это набить чемоданчик наживкой и отправиться с друзьями в то рыбацкое место, которое рекомендовано в описании снастей в вашем инвентаре. Если вы проверите свои снасти, то увидите сообщение типа «Повышенная активность, обнаруженная на окраинах ЕМЗ». Отправляйтесь туда и ловите рыбу как можно дольше, надеясь поймать несколько легендарных, которые вы сможете сдать для получения оружия суда. Удачного улова, стражи, до связи. Какое удачное время, чтобы напомнить, что у меня есть Бусти-страничка, благодаря которой выходят все еще видосы. Ты подписываешься на нее и тем самым очень помогаешь мне и поддерживаешь мой канал. А взамен получаешь доступ к эксклюзивным материалам, разборным статьям, переводам, полезным советам и конкурсам. Ссылка в описании.